Ну что ж, запись пошла, всем еще раз привет, добро пожаловать, продолжаем Рейнкод, четвертая глава. Итак, мы остановились на том, что у нас два трупа. Во-первых, доктор Уэско, который работал тут. Во-вторых, Яко, который в очень тяжелом состоянии. И да, непонятно, что с ним будет все-таки до конца. Тут я сомневаюсь, что его спасут, но будем надеяться на лучшее. Так что вперед! Шеф, пожалуйста, держитесь! Шеф! Он еще дышит, но он потерял слишком много крови. Вот так выглядит смерть. Она такая же, как и все остальные жертвы. Которых вы видели ранее. Это не то же самое. Я не позволю... Я не позволю этому быть так же, как и прежде. Ну, понятно. Халара, что привело вас сюда? Я готовилась проникнуть в ту запретную зону, о которой мы говорили. Но как только я собиралась уходить, шеф рассказал мне о угрозе убийства. Поэтому я вместе со всеми направилась в Аматерасу. И проникла в лабораторию. После этого шеф велел нам с Вивиа... Осмотреть местность. Я и не думала, что все закончится таким образом. Нам стоило оставаться вместе, как группа. Эм, каково состояние шефа? Мы оказали первую помощь, но... Сможет ли он выжить? Мне очень жаль. Я не знаю, какую ложь мне тебе сейчас сказать. Тогда шеф... В любом случае. Такими темпами это лишь вопрос времени. Мы должны как можно скорее вытащить его отсюда. Однако... Это не легкая задача. Мы уничтожили часть миротворцев. Но многие из них все еще находятся здесь. А Йоми... Успел скрыться. Интересно. Воспользовался ли он замешательством и сбежал? На него не похоже вот так тихо, а стопы... Скорее всего, он вернется сюда... С большим количеством своих подчиненных. Тогда нам нужно срочно покинуть объект. Врата в лаборатории опечатаны. Из-за этого мы не можем покинуть здание. А лифт на первом этаже тоже отключен. Нам некуда бежать. Некуда бежать? Слушайте, интересно. То есть... Яку реально решил всех отправить кого куда. Для того, чтобы остаться одному. Подозрительно все-таки. Фубуки, с тобой все в порядке? Да. Я приду в себя, как только немного отдохну. Однако... Однако... Моя неопытность привела к тому, что шеф... Это не ваша вина. Вы старались помочь изо всех сил. Я был сбит с толку и растерян. А вы привели меня сюда. Большое вам спасибо. Это я все еще неопытен. Он был рядом, а я ничем не мог ему помочь. Как я могу называть себя детективом, если не могу спасти даже друга? Ну, тихо, тихо. Сейчас. Вы все равно еще стажер. О, извините. Ого, ничего себе. Такую реакцию от Шенигами не ожидал в конце. Она действительно... Сочувствует. Ладно. Привет, Нотайм. Юма, я рад, что ты в безопасности. Я не переживу, если кто-то еще... Будет весь в крови. Десхико, а ты в порядке? Да, я справлюсь. Однако, во время той потасовки, кто-то ударил меня по лицу. Они повредили мой драгоценный источник дохода. Черт возьми. Ну, и что же нам теперь делать? Мы не можем оставаться здесь слишком долго. Да. Вибия-саму, в этом研究所 не китает. Вибия, я и не знал, что вы тоже здесь, в лаборатории. У меня не было выбора. Это приказ шефа. Химитсу-кенкьюжу, Ту-ю, Котова-но-хибики, Сенсу-об-Ванда, Укан-систаном, Си-систы, Дак-это, Хотя, Я испытываю чувство удивления при мысли о секретной лаборатории. Я собирался лениво осмотреть это место, Но Мне не дали возможности расслабиться. Халара таскала меня за собою И заставляла Обыскивать все. Боже. Никто не может оставить меня в покое. Хозяин, у меня такое чувство, что он... В чем дело? Ничего, может быть это просто мое воображение? Серьезно? Что такое? Эй, Есть минутка? Мы не можем оставаться здесь вечно. Мы должны рискнуть и попробовать Прорваться через врата. Я не могу с этим согласиться. Ставить на ставку, У которой нет шансов выиграть, Это то же самое, Что проигрыш матча. То есть ты хочешь Просто ждать, пока миротворцы Не выломят дверь тут? О, точно. Мы можем использовать Фишку у Фубуки. Э? Мою? Правда? Но я пока что не уверен, Что это Достойно демонстрации. Господи, о чем она подумала? Я не знаю, где сейчас находится твоя голова, но я говорю о твоей фишке, то есть о твоем особым навыке. Если мы воспользуемся им, то сможем пройти через врата, будучи незамеченными миротворцами. Даже если они нас поймают, то ты можешь просто повернуть время вспять. Невозможно. Врата можно отпереть только снаружи. Миротворец должен позвонить по внутренней связи, чтобы их открыли. Они никогда нас не пропустят. Это не изменится. Сколько бы раз ты не пытался. Тогда как насчет маскировки Досухико? Это же его особый навык. Если он будет выглядеть как миротворец, то, возможно, сможет провести нас через врата. Я тоже думал об этом. Но моя сумка, к сожалению, за вратами. Наружи. Може. Этот коротышко-детектив такой бесполезен. Он никогда не может помогать, когда мы нуждаемся в нем больше всего. Может быть, у нас действительно нет другого выбора, кроме как прорваться силой. Не спеши с выводами. Рулетка еще не остановилась. А до тех пор, пока она не остановилась, мы должны подумать, как лучше поступить. Как лучше поступить? Ну, я не знаю. Хм. Мы совсем застряли. И вот здесь я, наконец-то, умру. Нет, я этого не допущу. Я никогда не позволю этому снова случиться. Возможно, это самоубийство, но это лучше, чем оставаться здесь, как мы делаем сейчас. Мы должны пробиться через передние враты. Черт. Если мы не поспешим, то шеф. Сейчас мы должны спокойно все обдумать. И решить, как лучше поступить. Как лучше поступить. Шеф. Как же так получилось? Мы просто случайно оказались на месте убийства доктора. Миротворцы решили, что это мы ответственны за убийство доктора Уэска. Они считают, что киллер вообще не существует. И что? Даже если мы это докажем, это не поможет нам в данном случае. А что, если мы докажем свою невиновность? Что, если мы сможем доказать, что это сделал киллер? У миротворцев тогда не будет причин нас задерживать. Ну, может быть, но все равно. Но как ты собираешься доказать нашу невиновность? Только не говори мне, что ты собираешься поймать киллера и сдать его миротворцам. Да это невозможно! Он, наверное, уже сбежал. Тогда нам нужно заняться расследованием. Мы должны исследовать лабораторию доктора и собрать доказательства преступления киллера. Да это безумие! Как ты собираешься проводить расследование в таких условиях? Кроме того, доказательство нашей невиновности не гарантирует, что миротворцы вдруг отпустят нас. Этот объект уже ограничен. Они могут придумать любую причину для нашего ареста. Ты уже сам давно знаешь, как они себя ведут. Конечно. Может быть, это и так, но... Но мы же детективы, не так ли? Мы должны противостоять им единственным доступным нам способом. Таким образом, я думаю, что мы должны бороться с доказательствами. Когда кажется, что всякая надежда потеряна, это именно тот момент, когда детектив должен дать отпор. Мы должны противостоять им. Должны узнать истину. И использовать ее против миротворцев. Я согласна с Юмой. Харара! Харара! Это правда. Детективы должны использовать истину в качестве своего оружия. Я не ожидал услышать это от тебя, Юма. Ты точно вырос. Но как мы вообще будем проводить расследование? Потому что за пределами этой комнаты там куча миротворцев. Ну, тем не менее, это не невозможно. У нас есть человек с лучшим особым навыком для такой ситуации. Неужели это Виви? И что у него за навык? Вивиа, вы можете рассказать мне о вашем особом навыке? О, я только что вспомнил. До меня доходили слухи о нем еще в видео. Вивиа Твайлайт. Вивиа Твайлайт якобы может раскрыть преступление во сне. Во сне. Да это ничего такого важного. Моё состояние позволяет мне заниматься детективной работой во время сна. Это похоже на то, как некоторые люди чихают по-другому, чем другие люди. В моем случае. Короче, переходи к делу, у нас мало времени. Ты можешь или не можешь провести это расследование? Перейти к делу. Ну, дело в том, что... Чего? На конце радуги. Древнее поле битвы. Эй, можно я тебя ударю? Ну, только хотя бы один разочек. Давай, взять его, коротышка. Мы с тобой сейчас на одной волне. Если я буду слишком много пропускать, то ты не поймешь. Если я буду слишком много пропускать, то ты не поймешь. Если прочесть первую и последнюю страницу новеллы, это тебе не даст никакого представления о сюжете. Во, ребят. Вот я с ним согласен. Да я не хочу слушать какую-то историю. Расскажи нам о своем особом навыке. Я объясню. Его особый навык — это спектральная проекция. Он может контролировать свою бесплотную сущность. Бесплотная сущность. Полагаю, мне стоит называть это душой или призраком. Но она, собственно, не ограничена законами физики. Это означает, что он может проходить сквозь стены и полы. И при этом другие люди не смогут его видеть. То есть, другими словами, ты можешь превратить себя в призрака? Таким образом, ты можешь проводить расследование. И тебя не заметят миротворцы. Я не буду этого делать. Эй, сейчас не время отступать. Я, конечно, не прошу тебя понять, какая тут атмосфера висит у нас в комнате. Но хотя бы сделай что-то для своих друзей. Вы думаете, что мне плевать на своих друзей? Я принял свое решение, потому что я забочусь обо всех вас. Вы все настроены на борьбу. Но не кажется ли вам, что в данном случае лучше поступить так, как говорят миротворцы? Возможно, вы сможете оказать шефу Яко медицинскую помощь в обмен на то, что вы сдадитесь. Не кажется ли вам в таком случае шанс на выживание намного выше, чем во всех других вариантах? Сдаться? Да ты, наверное, шутишь. У тебя что, нет гордости детектива? Нет. Оу, это было очень прямолинейно. Цепляясь за гордость, это причина, почему конфликты никогда не исчезнут из этого мира. Я ненавижу конфликты. Я бы предпочел жить в тихом и спокойном мире. Над озером летят бабочки, а снежные цветы открывают луну. Я просто хочу крепко спать в безмятежном мире. Разве это такое преступление? Иметь такое маленькое желание? Если никто вам больше не хочет говорить, то я предупрежу тебя. Это грех растрачивать такой талант, данный тебе впустую. ты способный детектив. Однако тебе не хватает силы воли, чтобы использовать свой навык. Почему? Ты чего-то боишься? Или, может быть, ты смеешься над всеми нами? Мне приятно слышать, что ты так высоко оценишь меня, Халара. Но ты просто переоцениваешь меня. Я стал детективом не потому, что я хотел стать им. А что касается того, боюсь я или нет, я бы сказал, что да, возможно, боюсь. что-то Если вы если ты чего-то желаешь, ты боишься это потерять. И все же, почему все продолжают иметь желание? Стоит ли истина того? Все бесполезно. я думал до этого, что его очень тяжело понять, но как оказывается, он просто совершенно сумасшедший. Да посмотри ты на шефа, он умирает тут. Разве у тебя хотя бы чуть-чуть не болит душа из-за этого? Не могу поверить, что ты сейчас решил взять и нести такую чушь. Я прошу прощения, если я обидел тебя. Не волнуйся, я замолчу. Как обычно, я просто уйду в темное место с глаз золой и сердце вон. Хозяин, вы должны остановить его. Вивия, пожалуйста, подождите. Я не понимаю, что вы хотите сказать, но я знаю, что сейчас нам нужна ваша помощь. Если вы говорите, что не хотите сотрудничать с следствием, то я не против. Однако в обмен... Пожалуйста, вы можете взять меня за руку? начинь. Это мальчик. не что, пытаешься помириться, что ли? Я не помню, чтобы мы ссорились с самого начала. Нет, я просто хочу позаимствовать вашу силу. ааа... Ноли к чуууууи... даке... ааа... это твое слияние... слияние, единение... жм... ты обозначил тандеско? Ну, если нужно просто держаться за руки, то я не против. У меня нет причин отказывать. Шинигамитян? Шинигамитян? Что это за ощущение? Я уже знал это, но этот парень действительно странный. Странный? Ну да, он довольно странный человек. Да нет, это я имела ввиду. Значит, теперь ты можешь использовать спектральную проекцию. Если да, то я должен предупредить тебя. Когда ты используешь мою силу, твое тело будет вести себя так, будто ты спишь. Так что, перед тем, как начать, лучше прилечь. Я понял. Ты будешь в беззащитном при использовании этой силы, так что будь осторожен. Хотя, все здесь рядом с тобою, так что ты можешь не беспокоиться. А то, Ютай на руке тоже не предупредит безопасность. Кроме того, призрачная форма не означает, что ты полностью защищен от любого вреда. Эй, Юма, как думаешь, сможешь это сделать? Я не знаю, но я попытаюсь. Ты можешь пока что присмотреть за моим телом. Да, ты можешь рассчитывать на меня. Иди. И изучи все, что душе угодно. А мы тут сами разберемся. Понял. У нас мало времени. Мне нужно продолжать расследование. И вывести всех отсюда. Я должен сделать это ради шефа Яко. Воу, ваша душа действительно вышла наружу. Значит, это спектральная проекция. Странно видеть тебя со стороны. Ммм, посмотрим. Ай. Подожди. Это не больно, но такое ощущение, что я столкнулся с чем-то. Из-за того, что я стал таким же духом, как и тышенигами. Похоже, что теперь я могу ударить вас напрямую. Мне это нравится. Это вызывает у меня сильное беспокойство. На ваше счастье, я здесь. Теперь мы буквально родственные души. Его душа, вероятно, уже покинула тело. Э, правда? Э, правда? А, по-моему, он как-то совсем не отличается. Похоже, Досухико меня не видит. Я уверен, что теперь смогу провести расследование так, чтобы миротворцы меня не заметили. Кстати, Юма, я уверен, что ты висишь прямо над полом, рядом с нами. Ты делаешь это только подсознательно. Прямо сейчас ты по-настоящему свободен. Таков законов физики. Аналогичным образом, поначалу, может быть трудно пройти сквозь стену. Из-за предвзятого мнения о том, что она не даст пройти. Для начала попробуй пройти через дверь. Твое сознание воспринимает дверь как проход. Почему бы тебе не попробовать? Я прохожу через дверь. Мы с вами теперь одинаковые, хозяин. Ну да. Ничего себе. У меня действительно получилось. Это означает, что я могу свободно входить и выходить из таких мест. Куда раньше не мог. Кстати, коридор сейчас ярко освещен. Похоже, что обычное электричество снова включено. В любом случае, мы должны пойти и изучить место убийства. Нужно поторопиться, пока не прибыли новые миротворцы. Да, как таинственное. Так, ну что ж. Забавно. What the fuck? Это что еще такое? Ух ты! Какая огромная душа. Интересно, сколько там людей. Похоже, мы не можем идти этим путем. Давай поищем другой путь. Ой. И тут. Что это? Они потеряны. Блуждающие души. Они ваши естественные враги. Пока вы находитесь в форме призрака. Это то, о чем предупреждал нас, Вивия. Да, только будьте осторожнее. И не трогайте их. А что случится, если я притронусь к ним? Ну, вы объединитесь с ними. Хе-хе-хе. Не могу дождаться, когда это увижу. Не могу дождаться, когда это увижу. Э? С чего это ты так радуешься? В любом случае, давай будем осторожны и постараемся их не трогать. Ну, короче, понятно. Собственно, скопление душ, по сути. Так, доберитесь до критической лаборатории доктора Уэски. Но остерегайтесь блуждающих душ. Блуждающая душа утащит в загробный мир всех. Что к ним прикоснуться. Так что будьте осторожны. Ой. Как жутко. Как жутко. Ну, спешим. Так, ну здесь мы не пройдем. Так, ну по идее я могу через стены, но нет, не могу. Поэтому все-таки надо еще, чтобы ГГ привык. То есть, по сути, я должен как-то тут постараться что-ли пройти. Хотя нет, во. Здесь. Вы не можете идти этим путем. Попробуйте поискать другой маршрут. Но уж и Нигами, скорее всего, нет. Так, ну вот, собственно. О, было близко. Они текут, как водопад. Ага, вижу. Сейчас найдем. Ай, нет, блин. Есть. Слишком рано. Ну да, Шенигами могла бы тут прибраться, что ли. Вы не можете идти сюда. А, блин, там еще один. Ладно. Забавно они придумали с этими призраками. И сюда нет. Понял. Значит, пойдем сюда. Да, блин. Так. А, блин. Ой-ой-ой. Какие же они быстрые. Упс. Это было близко. Тут, по-моему, этот поднимаешься. Ну, уже поднимайся. Нет, все-таки здесь. Отлично. А, блин, тут еще. Харовод. Так, еще чуть-чуть. Ага. Ну, на тайм-твейт разнообразие. Ух, есть. Ладно, это было забавно. Ну, вы же понимаете, что это, наверное, первый и последний раз. То есть, это одноразовая фишка. Так, мы на месте. Надеюсь, внутри никого нет. Кому какая разница, если даже есть кто-то. Все равно вас не увидят. Ну, это вопрос того, как я себя буду чувствовать. Даже если они меня не видят, мне будет не по себе, если там будет миротворец. Ну, значит, вот как все обстоит. Ну, я уже привыкла к этому. Поэтому и как-то даже не замечаю. Ну, шенигами сравнил. Никого нет. Видимо, у миротворцев есть дела поважнее, чем расследование после всего, что случилось. Интересно, дело доктора еще здесь. Может быть, душа доктора все еще витает здесь. Не в силах отправиться в иной мир. Я только что так напугала себя. Эй, если мы встретим душу доктора, может быть, мы сможем спросить его, что случилось? Может быть, это странно говорить мне, но я сомневаюсь, что это будет так просто. Ну, полагаю, что да. Нам просто придется делать это шаг за шагом. О, ребят, да, это было бы как-то слишком легко. Пора заняться расследованием. Погнали, шенигами. Это устройство внутренней связи подключено к лаборатории доктора. С помощью него я несколько раз разговаривал с доктором Уеской. Мы разговаривали по внутренней связи, когда начался инцидент. Уеска, фактор, мы идем к нам. Вы можете сэкюритию Что за доктор Уеска, фактор? Что случилось? Подожди. Ты кто такой? Спасите! Кто-нибудь, помогите мне! Доктор! Доктор! Если на доктора кто-то напал, это означает, что нарушитель в это время уже находился внутри. Значит, это был киллер. Но вопрос, как он попал куда внутрь. Система безопасности все еще была активна, поэтому проникнуть внутрь должно было быть невозможно. Как киллер проник внутрь и как он выбрался после того, как убил доктора. Это воздушный шлюз. Давайте проверим его. Вдруг тут есть какие-нибудь подсказки. Так, стоп. Надо тут еще смотреться. Это очень подозрительно. устройство для дезинфекции. Если из другой комнаты произойдет учетчика ядовитого газа, это устройство должно предотвратить его распространение. что находится внутри вентиляции. Я хотел бы осмотреть все тут поближе, но я слишком маленький. Хозяин, вы забыли что ли? Сейчас вы призрак. А, точно. Я могу просто сделать это так. Я парю. Воу. Да уж, без шуток. Это спектральная проекция является таким удобным особым навыком. Вампир присоединился к расследованию с самого начала все могло бы пойти гораздо быстрее. Ну может быть, но сейчас нет смысла об этом спорить. В поле есть петля. В так на вентиляции есть крышка с решеткой. А внутри она выглядит пустой. Но слишком темно, чтобы сказать, наверняка. Так крышки есть очень просто открыт. Так у крышки похоже есть ручка. Благодаря чему можно ее легко открыть и закрыть. Точно я же не могу прикоснуться к ней, раз я призрак. Но нет необходимости открывать его своими руками. могу просто засунуть голову внутрь. А тут очень много места. Эй, может быть это был выход. Должно быть нарушитель прошел здесь. ну вот и все верно это решает все. это основная часть устройства дезинфекции. В процессе дезинфекции ребра вращаются отсюда и воздух. Воздух конструкция не построена для того, чтобы кто-то смог проникнуть внутрь. оно предназначено для фильтрации воздуха и ничего большего. Ну, это нельзя использовать в качестве пути побегу. Да, увы. Что ты имеешь в виду? Потому что это испортит все Бугага. А, конечно. Так, крышка легко открывается закрывается. Это, вероятно, сделано для обслуживания. Ну, думаю, нет, плохого в том, чтобы запомнить это. Это может быть подсказкой для чего-то другого. Кто там любит пиццу с анчоусами, ребят? Мне жаль. Мы прибыли. Это опасная камера с токсичным газом. вы выжить то, вы то, что выжить газ. обнаружив постороннего, устройство выпускает ядовитый газ. Это комната, в которой имеется просто ужасающее устройство. ну, оно отключено, так что беспокоиться ни о чем. Ну, кроме того, вы сейчас призрак, так что оно вас все равно не обнаружит. Ну, давай проверим и это. так вот откуда выходит токсичный газ. Предполагается, что он супер смертельный, верно? Токсичный газ с бактериями, поэтому обычные противогазы против него не работают. Даже если ты задержишь дыхание, он впитается через кожу, а лечения от него в мире не существует. Бактериям требуется время, чтобы распространиться по организму. И, предположительно, ты умрешь примерно через 30 минут. Кто-то сказал, что тебе понадобится для безопасного передвижения здесь скафандр. Какая страшная ловушка. Кто бы ее не придумал, мирной смерти не будет. Так, стоять. Это уже случилось, бугага. какого-то электрода. Похоже, что какого-то секретного выхода нету. что вполне логично, поскольку это лишило бы смысла камеру с токсичным газом. Но если это так, то как нарушитель проник? Пройдя через эту комнату. Прямо сейчас я без понятия. И в следующую. И вот мы добрались до последней комнаты с панелями. Здесь 9 панелей, разделённые на сетку 3х3. И ты должен наступать на них в том порядке, который установил доктор. Одна ошибка, и тебя ударит током высокого напряжения. Но если у Дэнгю не просто угроза, то это не просто угроза. Сейчас секюрития уничтожена, поэтому нет проблем. Но это не проблема, так как система безопасности в данный момент отключена. Кроме того, вы всё ещё призрак, хозяин. Ну, тут смотреть-то не на что, к сожалению. О, не закончили расследование. Мы ещё не закончили расследование. Мне нужно посмотреть всё более подробно. Это устройство дезинфекции в панельной комнате. Похоже, что оно предназначено для очистки токсичного газа, выходящего из соседней комнаты. Но крышка не открывается и не закрывается, как устройство дезинфекции, что было в воздушном шлюзе. Невозможно, чтобы кто-то пролез здесь. Понятненько. Вот ещё устройство. И вот, что защищала вся эта система безопасности. Нажав на этот переключатель, откроется дверь в лаборатории доктора. Нам удалось зайти так далеко, раньше до сюда, благодаря Амадругу и особому навыку Фубуки. Я вижу всё это так, как будто оно мелкает прямо перед глазами. Похоже, это оно, дружище. Ну давай, поспеши и нажми на эту кнопку. Нам нужно просто вытянуть руку Амадруга до переключателя. Ну мы спешим. Однако эта дверь открывается так медленно. Ладно, Юма, этого должно быть достаточно. Юма, этого должно быть достаточно. Поспеши. И проведи Амадруга через дыру в двери. Да. Кстати, а разве в исследованиях не было упомянуто, что когда рука вытянута, никакие другие органы управления не работают? Думаю, сначала нужно отвести руку назад. Теперь мы можем снова двигаться. Юма, быстрее. Почему они повторили всю эту цель? Наша только что была. Я вспомнила, с каким трудом вы дожидались открытия двери. Эта дверь открывалась очень медленно. И нам также пришлось стягивать руку Амадруга. И мы попытались поспешить внутрь, но Амадруг вдруг упал. Но там не было никаких ступеней или препятствий. Так почему же это произошло? Убегающий преступник. Ну, я уверена, что его толкнул убегающий преступник. Ну, это не только что. Это не так, да? То есть... Но, если бы... Убегающий преступник уже не был. Ну, должно быть так и есть. А это означает, что мы прошли мимо преступника, когда он направлялся к выходу. Ммм... Не время ждать. Эмм... Думаешь? Зачем? О, миротворцы? Здесь? Да не нужно беспокоиться. Они вас вообще не видят. Но все равно, какое-то странное ощущение. Миротворцы все еще разговаривают. Интересно. Что еще они могут сказать? Кстати, а ты знаешь что-нибудь об этом мертвом старике? Да. Я работал здесь в охране. Я работал здесь в охране. Этот чудак был знаменит в самом худшем смысле этого слова. Он использовал людей для своих исследований. Он использовал людей для своих исследований. Ему было все равно, сколько их будет принесено в жертвы. Казалось, что в последние несколько лет он стал еще более высокомерным. Три года назад высшее руководство закрыло его большой проект. После этого он жил заперти тут. Большой проект? Это тот самый, о котором говорил Макото? В прошлом он был частью большого проекта, который был отменен. С тех пор он заперся здесь. Это был研究 Хомонкурс? Сейчас нет возможности проверить, касались ли эти исследования гомукулов. Но у старика был плохой слух, поэтому он не мог расслышать, что ему говорят. О как. Когда речь заходит о других людях, их слова буквально... Остаются без внимания. При этом он умел читать по губам. Ага, так вот почему он не захотел поговорить с Макото, который был в маске. Читать по губам? То есть он следил за чьим-то ртом, чтобы понять, что они говорят. Доксинжута? Да, так вот. Это объясняет то, что он сказал тогда. Что это? Вы не понимаете? Что ты, черт возьми, такой? Я отказываюсь разговаривать с неуважительным хулиганом. Сейчас ты, прямо сейчас, снимай эту штуку. Не забывай. Или сними маску. Или предоставь кого-нибудь, чей рот я могу видеть. В тот момент, доктор отказался разговаривать с Макото. Это было из-за того, что он не мог читать по губам из-за маски, которую он носил. Но между нами говоря, о старике также ходили подозрительные слухи. Какие слухи? Что? 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 Я хочу узнать. Он сказал, что он заперся здесь ради исследований. Что это? Что это? Он планировал бежать из округа Канай. Что за глупости? Это вообще невозможно. Но это просто слухи. После того, что произошло, мы никогда больше ничего не узнаем. Ух, это не так. А, значит, он планировал бежать из города. Полагаю, именно это он и замышлял. Вы, что за глупость, получили неизвестные информации. Газаин, похоже, что вы только что получили неплохую информацию. Благодаря тому, что превратились в призрака. Я не сказал, что я убежал. Это неudos кинул. Попытка сбежать из округа Канай будет расценена как предательство корпорации Матарасу. Если вы, может быть, у него прокачали на которую я его догадился? Неужели киллер преследовал его из-за этого? Кто-то в корпорации Матарасу узнал доктора Мог нанять киллера, дабы убить его Но кто? А вот это интересно, ребят Ну что ж, давайте сделаем небольшой перерыв И продолжение следует Продолжение следует